Привет, друзья! С вами Максим. В этом видео я приготовил для вас подборку инструментов сайта Алиэкспресс, которые вы точно оцените. А в конце, как всегда, конкурс. Поехали! Универсальный съемник рулевых тяг. Такой ключ состоит из округлого корпуса с отверстием, в котором размещен шарнирный диск с рифлеными ребрами. На другой стороне диска размещен шестигранник. На корпусе крепится ручка для совершения вращательных движений. Профессиональный заточный станок. Применяется для восстановления первоначальной геометрии передней части кромки сверла, заднего угла, а также восстановления перемычки. Подходит для выравнивания кромок сверл с диаметром от 3 до 13 мм с возможностью контроля угла заточки 90-140 градусов. Циркуль для плазмореза. При вырезании круглых дисков из листового металла далеко не всегда удается добиться того, чтобы края заготовок были ровными. Как правило, чем больше диаметр диска, тем сильнее устает рука и, соответственно, больше вероятность отрезать криво. При помощи этого приспособления круги из листового металла будут получаться более ровными и аккуратными. Карманный складной нож Sandrenmo. Лезвие сделано из нержавеющей хромированной стали и устойчиво к коррозии. Криогенная обработка ножа улучшает механическую прочность конструкции. Внутри ручки находится шариковый карбохромовый подшипник, позволяющий складывать нож. Можно спокойно использовать на охоте, рыбалке или во время похода. Направляющая для продольного распила бревна. Такой вариант вполне доступен для домашних мастеров, занимающихся переработкой древесины. Это устройство дает возможность выпиливать из бревна брус, который будет использоваться для строительных работ. Термостатический клапан. Это специальный соединительный фитинг, предназначенный для использования в схемах отопления и горячего водоснабжения. Особенно он полезен в частных домах, где большую часть усилий по нагреву воды на себя берет локальный водонагреватель. Тайпнер для подвязки винограда. В последние годы это устройство стало очень популярным и востребованным у садоводов и огородников. И широко применяется для быстрой и качественной подвязки не только виноградной лозы, но и таких растений, как томаты, огурцы, а также для оформления декоративной изгороди. Пресс для горячего тиснения фольгой. Делать тиснение можно на абсолютно всех типах обложек, а также на любых других носителях. Бумага, картон, пластик, натуральная и искусственная кожа, дерево и тому подобное для изготовления любой полиграфической продукции, как в типографии, так и прямо в офисе. Прочный водонепроницаемый кейс из АБС-пластика. Кейс обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, ударов при перевозке и хранении. Имеет удобную ручку для переноски тяжелого груза. Пневматическая орбитальная шлифмашинка. Используется для очистки пластмассовых, деревянных и металлических плоскостей, а также применяется в автомастерских и на мебельных предприятиях. Владельцы нередко применяют их и для гаражных мастерских. Кожаные рабочие перчатки. Имеют запас прочности и отлично подходят для защиты рук от механических повреждений на стройке, производстве или в ремонтной мастерской. Для комфорта в работе предусматривается тканевая прокладка. Фен для пластика. Незаменимый инструмент для всех мастеров и домашних умельцев, работающих с полимерами. Им можно варить пластик, полипропилен и прочие искусственные материалы. Им легко пользоваться, не нужно иметь особых навыков сварки или богатого опыта. Токарные отрезные резцы. Резцы применяются для наружной обработки деталей, обрезки и нарезки канавок, нарезания металлической резьбы для внутреннего точения, обработки поверхностей глухих отверстий. Плазменный резак или просто плазморез. Плазменная резка – одна из наиболее современных эффективных технологий, позволяющая работать с металлом, а также с некоторыми материалами, не проводящими ток. В том числе, древесиной, пластиком и камнем. Дуга позволяет проводить раскрой не только по прямым линиям, но и формировать сложные фигуры. Линейка Глубомер подходит для ручных, стационарных фрезеров и дисковых пил. Линейка является очень точной, поэтому при сборке деталей, подготовленных с ее помощью, исключается погрешность в размерах отверстий, пазов и прочих углублений или выступов. Набор инструментов Xiaomi. В наборе имеется рулетка, отвертка с храповиком, биты с магнитной основой, гаечный ключ, нож с запасными лезвиями, плоскогубцы, молоток имеет маркировку и демпфер. Одна головка выполнена из мощного металлического сплава, другая – резиновая для более мягких работ с предотвращением повреждений. Всего лишь за один месяц биткоин подорожал на 20 тысяч долларов. Если бы вы купили его в начале февраля и продали сегодня, то заработали бы полтора миллиона рублей чистой прибыли. Именно так работает инвестиционная финансовая компания Avalon. Их прогнозисты и аналитики вкладывают деньги в перспективные технологии и крипту, а потом продают их. Кстати, офис Avalon находится в Москва-Сити. Прибылью Avalon делится со своими инвесторами, которых уже 500 тысяч, и каждый из них зарабатывает 1,3% вложенной сумме ежедневно. Итак, в прошлый раз я делал депозит на 7 дней. Мой депозит отработал, и давайте попробуем вывести деньги. Поставим на вывод заработанную сумму. На оставшуюся сделаем еще один депозит на 7 дней. А вот и очередная выведенная сумма. Надежность и простота – главное преимущество этой компании. Регистрируйся по ссылке в описании, и за 2 минуты ты станешь успешным инвестором. Инвестиции открыты для каждого, ведь минимальное вложение всего лишь 100 рублей. Адаптер для бит с держателем. Или просто битодержатель. Надежная фиксация биты достигается использованием стопорного штифта и магнита. Внешний корпус рубашка подвижно и свободно вращается. За эту рубашку можно удерживать и точно направлять биту саморезом, не боясь повредить пальцы. Малярный валик с двумя мини-роликами, который поможет в покраске квадратных или закругленных поверхностей. Подходит для покраски шпинделей, трубопроводов, лестничных перил, ограждений и многого другого. Буры по бетону для перфоратора. Имеет твердосплавную напайку, спираль для выхода хлама и хвостовик SDS+. Четыре режущих кромки используются для быстрой резки и мгновенной отделки. Подойдут для любых тяжелых строительных материалов, бетона, кирпича, натурального или искусственного камня. Реле давления для компрессора. Это устройство, которое автоматически включает и выключает электрический двигатель компрессора. Другое название – прессостат. В каждом компрессоре есть резервуар – баллон для воздуха. При избыточном давлении подачу воздуха следует прекратить, чтобы емкость не разорвала. Этим процессом и управляет реле давления. Камнекольные клинья. Ими можно раскалывать камни, глыбы и валуны любых размеров. Если на вашем участке лежит большой валун и мешает, раскалите его клиньями. А может вам надо заготовить камни для строительства? Тогда клинья – ваши лучшие помощники. Пневматическая болгарка. Она же пневмо УШМ. Не уступает по своим возможностям аналогичным устройствам с электрическим приводом. Наряду с этим они отличаются повышенным уровнем безопасности. В ряде мест электромоторы и связанная с ним проводка могут спровоцировать возгорание или взрыв. Краска пуль без воздушного распаления. Широко применяется в автосервисах для кузовной покраски. В основе конструкции аппарата лежит принцип дробления. Краска таким образом быстрее высыхает и распределяется по поверхности без резких переходов. Гидравлические пресс-клещи. На одной из ручек пресс-клещей стоит гидроцилиндр. С обжимной головкой его механически связывает выходной шток. В процессе сведения рукояток вместе поршень входит в гидроцилиндр и создает рабочее давление, передающиеся головке. Мускульная сила человека практически не используется. Электросекатор. Принцип работы секатора напоминает работу садовых ножниц. С той разницей, что основой ножниц являются два заостренных лезвия. У секаторов заостренное только одно выпуклое лезвие, другое выступает основой, к которой ветка прижимается, фиксируется и рубается. Такая технология позволяет обрезать ветки, не сдавливая и не повреждая их. Съемник стопорных колец. Это ручной монтажный инструмент, широко применяемый при разборке различных механизмов транспорта. Он применяется там, где вал или подшипник зафиксирован стопорным кольцевым креплением, предотвращающим его осевое перемещение. Газовая горелка. Горелки решают действительно широкий спектр задач и подходят для бытового использования и профессионального строительства. С их помощью происходит нагревание и плавление разных поверхностей, подлежащих соединению. Сварочный костюм. Это обязательный атрибут мастера при проведении сварочных работ. Его задача заключается в обеспечении защиты от искр и капель металла, а также термического воздействия, одновременно предоставляя свободу движений. Высоторез. Это устройство, предназначенное для обрезки сучьев и веток садового дерева и высокого кустарника, без применения лестницы или механического подъемника. Его применение позволяет с успехом работать с зелеными насаждениями на откосах или неровных участках. Лампа с имитацией горящего пламени. Используется для декоративного освещения при включении, умеет имитировать мерцание огня. Подойдет для всяких детских домашних ночников или наоборот для создания романтической атмосферы в спальне. На выбор есть цоколь от Е12 до Е27. Бельевая веревка. Изделие состоит из нескольких частей. Одна является стационарной, которая крепится к поверхности стены, а другая является мобильной, она прикрепляется на крючок на противоположной стене. Веревка выдвигается и фиксируется поворотным кольцом на корпусе и автоматически задвигается после ослабления кольца. Приспособление для заточки стамесок. Состоит из двух основных функциональных компонентов. Каретки для перемещения по поверхности абразива и наклоны площадки с зажимом, которая перед тем, как заточить лезвие, выставляется под необходимым углом. Токопроводящий маркер ручка. Является уникальным в своем роде гаджетом, который способен помочь проверить на бумаге работоспособность создаваемой схемы. Ручку можно использовать и во время обучения студентов основам радиотехники. Простота в использовании позволяет работать с маркером даже подросткам. Плетеная оплетка для проводов. Защищает от критического механического воздействия. Это может быть сильное натяжение, влекущее разрыв, перетирание от частого абразивного касания, внешнее давление от сжатия и перегибов. Сюда также нужно отнести результаты действий вечно голодных грызунов. Сумка для хранения и переноски инструментов. Сумка прочная, а это связано с крепким материалом и с качественными швами. Днище твердое изготовлено из пластика, снабжено небольшими опорными выступами. Есть достаточное количество кармашков и шлевок под всякую мелочевку. Водопроводный мини-генератор. Представьте, что каждый раз, включая водопровод, вы запускаете работу альтернативного источника энергии, достаточного, чтобы зарядить аккумулятор. Конструкция довольно проста. Энергия поступает от вращающейся турбины, перемещенной внутри устройства. Как только водопроводный кран открывается, генератор начинает вырабатывать энергию. Силиконовые формы для кашпо и горшков из бетона. Цветочные горшки из бетона отлично подходят современным интерьерам. Их можно использовать в саду и на террасах. Даже самые маленькие из них, благодаря своему весу, очень устойчивы. Их не перевернёт случайный порыв ветра или расшалившийся домашний питомец. Универсальный гаечный ключ. Инструмент оборудован четырьмя гранями и может работать с болтами и гайками от 6 до 22 мм. Головка с хорошим уровнем сцепления. Такой универсальный ключ всегда полезно иметь под рукой. Универсальный сварочный аппарат 4 в 1. Может выполнять все основные виды сварки. ММА, ТИГ, МИГ, МАК, плюс осуществлять резку. КАТ, ММА – это ручная дуговая сварка плавящимся электродом. ТИГ – это сварка не плавящимся электродом в среде аргона. А МИГ, МАК – это сварка плавящейся присадкой проволокой в среде защитного газа. Блокираторы колеса авто. Они хоть и не являются панацеей от угона, однако обеспечивают комплексную защиту легкового и грузового транспортного средства злоумышленников. Приспособление крепится на диск колеса, а в качестве фиксатора выступает замок. Шприц-пистолет для герметика. На нем есть подобие окурка, по нажатию на который шток надавливает на поршень тубы, тем самым выдавливая с противоположной стороны наносимый состав. Пистолетом можно наносить акрил, силикон, жидкие гвозди, химический анкер и многие другие составы. Рыболовные плоскогубцы. Преимущество плоскогубцев состоит в том, что ими очень легко снимать заводные кольца, обжимать трубки, выпрямлять поводки, откусывать не только монофильные лески, но и плетеные шнуры. Прикаточный валик. Если вы собираетесь самостоятельно заниматься шумоизоляцией своего автомобиля, то присмотритесь к этому варианту. Такой валик удобно использовать для раскатывания виброизоляции в местах с неровными панелями. Он подойдет вам в большинстве случаев. Титановая окружка. С крышкой и складными ручками для удобства использования. Изготовлена из титанового материала, легкого и долговечного в использовании. Отлично подходит для домашнего и наружного использования, например, кемпинг, походы и так далее. Координатный стол для сверлельного станка. По сути, координатный стол – это подвижная металлическая платформа, на поверхности которой крепится обрабатываемая на станке заготовка и может плавно перемещаться по заданной траектории. Карбоновая ткань. Увидеть этот материал сегодня можно на тюнингованных автомобилях в элементах их кузова. Используется он также для внутреннего оформления салона автомобиля. В настоящее время карбоновый материал применяется в строительстве для изготовления одежды. Многофункциональный ключ 7 в 1. Инструмент изготовленный из нержавеющей стали, представляя собой ключ, сочетающий в себе 6 разных головок от 5 до 12, а также гнездо для бит. Такой инструмент станет отличным помощником, так как имеет небольшие габариты и функционален. Промышленный пылесос. При проведении строительных и ремонтных работ часто появляется много мусора, который необходимо убрать. Он способен расправиться с обломками бетона, металлической стружкой, отходами древесины и так далее. При этом работают устройства довольно тихо. Газлифт. Работа механизма основана на простом его устройстве. При создании газовых лифтов используется специальная газовая пружина совместно с гидравлическим амортизатором. Как только дверца открывается буквально на 10 градусов, дальше обеспечивается автоматическое открывание до 90 градусов. Линейка радиолюбителя или мультитул для электронщика представляет собой отрезок печатной платы с вытравленной топологией линейки и шелкографией. На лицевой стороне линейки нанесена метрическая и дюймовая разметка. Также присутствуют футпринты, множество компонентов, образцы отверстий разного диаметра, предназначенные для измерения сечений провода по АВГ. Складной фонарик. Имеется возможность крепления к стальным поверхностям с помощью магнитного основания, а также есть возможность крепления с помощью крючка. Светодиодная лента имеет угол вращения на 360 градусов. Фонарик работает в пяти режимах. Высоковольтный модуль, преобразователь напряжения. Устройство предназначено для преобразования постоянного тока низкого напряжения в импульсы высокого напряжения. Конструктивно модуль представляет собой цилиндр длиной примерно 65 мм и диаметром 25 мм. На цилиндре по всей длине изделия имеется лыска шириной 15 мм. Мощный фонарик на светодиоде XHP 72, яркое свечение 4500 люминов, дальность луча почти 500 метров. Восьмой класс защиты, а также прочный и одновременно легкий алюминиевый корпус. Отличный вариант для охоты, рыбалки или туризма. Орбитально шлифовальный инструмент. Может обрабатывать плоские и криволинейные поверхности, производить черновое и чистовое шлифование бетона, штукатурки, шпаклевки, полировать металл, пластик, стекло, природный и искусственный камень. Поликристаллический силиконовый солнечный элемент. Их можно использовать для подзарядки гаджетов в походе, а также применять в роли основного или резервного источника питания для бытовых помещений и не только. Дымоуловитель для работы с паяльником. Работа с паяльником по-своему интересна и увлекательна, но вместе с тем и вредна. Поэтому средствами защиты тоже надо своевременно облагородить свое рабочее место. Пневматический вантус-пистолет. Для пробивки засора нужно закачать воздух, а затем при плотном удерживании нажать на кнопку. Проталкивает мыльные и грязевые пробки, волосы, тряпки, бумагу и прочее. Пленка для аквапечати. Позволяет декорировать любую технику, спортивный инвентарь и фасады мебели. Наиболее широкое применение она нашла в стайлинге автомобилей и мотоциклов, декорирование бытовой техники, а также пластиковых окон. Сферы применения этой технологии очень разнообразны. Портативный мультитул WorkPro 15 в 1. Включают в себя две отвертки, плоскогубцы, открывалку для бутылок, ножницы и так далее. Такой инструмент легко умещается в карман и может использоваться как средство для выживания в необходимой ситуации. Прост в использовании и применяется в походах и кемпингах, а также автомобилистами. Мультитул-карабин 20 в 1. Конструкция карманного мультитула состоит из двух главных элементов – широкой основы и поворотной насадки. Вращая насадку, можно получить доступ к различным дополнительным функциям инструмента, общее число которых насчитывается 20. Главными из них являются гаечные ключи, открывалка бутылок, линейка, гвоздодер, приспособление для зачистки проводов и несколько крестообразных отверток. Корпус инструмента изготовлен из нержавеющей стали и обладает размерами 8,5х2,5 см. А теперь конкурс! Разыграем 200 рублей на счет телефона или вебмани кошелька. Условия конкурса – поставить лайк, быть подписанным на канал и оставить любой адекватный комментарий. Результаты через неделю в группе ВК. Подробности и ссылки есть в описании. Также не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Всем удачи и пока! Продолжение следует...